Хотите обновить свой девайс? Для этого есть отличный сайт e-katalog. Это самый крупный в России и в Украине каталог разнообразных товаров, в котором можно найти все, что вас интересует. На сайте присутствует удобная система фильтрации товаров, а также есть возможность сравнить выбранные товары и подобрать лучшие устройства по характеристикам. Если вы уже определились с товаром, то e-katalog будет лучшим решением, чтобы посмотреть все характеристики, фотографии, отзывы о товаре, а также найти самое выгодное предложение среди возможных. E-katalog имеет удобный простой интерфейс, который поможет не только сэкономить ваши деньги, но и время. Ссылка, как всегда, в описании. Всем привет, дорогие зрители, это новый выпуск по крошаде, я нахожусь на основе и у меня снова пройден грант. И, кстати, в этот раз я показываю лучше колоду, чем предыдущую. Помните, я записал видео «Попробуй сыграть с этой декой и ты будешь тащить». Немножечко не так это все было, потому что, во-первых, сам Дима ошибся, ему на первый взгляд показалась дека очень легкая, может ему повезло с противниками, я не знаю. И плюс после этого проверил деку я, это была дека Хок, Летучка, Мегамуха. Я вообще абсолютно не смог никак сыграть с этой декой, 4 победы максимум, потом всем подряд проигрывал. Меня бомбило, я говорю, Дима, как так, почему дека не тащит-то? Я понимаю, что вы бустер и вы хорошо играете, вы сможете проходить. Ну а как нам, блин, игрокам, которые, ну не очень, так скажем, играем, да, как нам проходить? И вот я потом после этого заменил деку и сделал 6-0. Потом у меня немножко не пошло, не помню, как я закончил, по-моему, 8-3, но не важно, ну я в итоге с другой декой смог пройти хотя бы больше, чем 4 победы. И это дека с кладбищем. И с этой декой Дима только что сделал грант 11 побед и говорит, да, эта дека действительно очень крутая. Ну суть не в грантах, суть не в колоде, но колоду мы тоже сейчас покажем. Я, ребят, хочу ваше обратить внимание, потому что, ну, многие уже знают, ну, а также половина еще не знает об этом. Максимум золота теперь в игре 5 лямов. Вот, я знаю, что половина как бы уже в курсе об этой информации, но я вижу, что постоянно у меня на стриме в видео спрашивают, как вот так у тебя больше миллиона золота. Теперь на аккаунте может быть максимум 5 лямов. Моя цель собрать эти 5 лямов как можно быстрее. Ребята, гоу, поставим, хотел сказать, 5 лямов лайков. Ну давайте поставим 10 тысяч лайков, чтобы я как можно быстрее это сделал. У нас уже миллион 50 тысяч. Ну, конечно, это долго, это нудно, но мы это сделаем. Я буду донатить, я буду ради видосов 5 лямов собирать, а потом за 5 лямов мы прокачаем абсолютно все-все-все-все-все карты. А мне абсолютно все карты доступны на максимум, за исключение некоторых эпиков и легендарных карт. А вот рарки и комонки все на максимум. Короче, если вы поддержите мою идею, чтобы я собрал 5 лямов... Чуть матершинное слово не произнес. Да ладно, я думаю, вы и так слышали эти слова у меня на стриме. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а мы давайте откроем сундук за 12 побед, ну и посмотрим несколько повторов, как же, возможно, вам интересно, как же этой декой Дима выиграл. Ну я, в принципе, этой декой тоже тащил, и я могу тоже сказать некоторые комментарии по этой колоде. Давайте сейчас лего выбьем. Оп. Лего. Давно не падала. Давайте, открываем. Опа, призрак. О, кстати, он тоже давно не падал мне. Это лего мне очень давно не падало. Прям охренеть, как давно. Так, ну все. Отлично. Так, значит, друзья, ну что ж, теперь переходим к повторам. Давайте я вам покажу несколько повторов. Не знаю, давайте вот против этой деки. Я, кстати, этой деки-то проиграл. Не знаю почему. Давайте посмотрим, как он эту деку выиграл. Что я могу сказать по этой колоде? Значит, дека в основном атака через кладбище, и желательно в основном эта дека рассчитана снести за один заход. Почему? Потому что если вы спалите, что у вас кладбище, соперник будет, естественно, свои карты, которые контрят его, постоянно оставлять под кладбище. Не будет их где-то сливать, и будет готов, что вы выбросите кладбище. Поэтому нужно выбрать момент, когда у вас много юнитов, когда желательно двойной эликсир, чтобы у вас было так, что, ну там, валькирия есть, ледяной колдун идет, и хватает на кладбище и на поизон. Вот только в этом случае стараться атаковать. Это первый совет. Второй. Желательно всегда от контратаки играть. Даже не желательно, а только от контратаки. Не пытайтесь атаковать первым, потому что у соперника может быть, ну точнее, может быть, а скорее всего будет, чем задефать вас, и после этого вам будет трудно отдефаться. Это второе. Третье. Ну, дальше не совет, это просто объяснение, точнее, не объяснение, а конструктив. Просто в этой деке очень много, прям, очень много дефа против Хога. Я, кстати, с Хогом играл против этой деку, взял у соперника. Я, собственно, с Хогом играл против этой деке. И я охренел от того, сколько дефа, пацаны. Ледяной колдун, надгробие, торнадо, пламенный, бревно. И цикл настолько быстро крутится, что ты не успеваешь его там пройти, тамбук, прикрутиться до старого Хога. Как у него там торнадо, потом снова тамба, торнадо, снова тамба. И в итоге замкнутый круг Хога дефать вообще вот так вот по кругу можно. Поэтому это дека антихог. 2,6 эликсира с 3 мамушки, не важно, какая дека. Реально, это дека очень контрит Хога. Ну и проиграть тоже можно Хогу, если, конечно, соперник очень скиллован. На скиле. Вот так будет правильно. На скиле. Вот. Это, в принципе, все, что я хотел сказать. Может быть, еще вспомню, какие у меня были моменты с этой декой. Но теперь давайте посмотрим. Теперь давайте посмотрим. Вы могли видеть, что никак не использовалось кладбище Додонуэлика. И вот только сейчас мы его используем. Но, как видим, противник не дал перейти Валькирии мостик. Поэтому танчить некому. Соответственно, кладбище легко задефано было вышкой и стражами. Но, тем временем, у нас собирается уже комбинация. Смотрите, мы снова дефаемся. Оп, Вальку быстрее. Отлично. Валька. Мы дефаемся. И сейчас перейдем в контратаку. Охотник, мне кажется, был выброшен рано. Вот. Просто пользен. Без кладбища, пацаны. Без кладбища. Вот. Да, не спешите никогда бросать кладбище. Всегда у вас должен быть эликсир в запасе. То есть, кладбищем реально нужно выжидать. И вот, смотрите, как идеально сейчас... Ну, противник выбросил поизон криво. Поэтому урон прошел. Идеальный заход получился у нас. Пламенный с завышкой. Гиганта очень легко дефать. Но мне мешал всегда охотник. Я не знаю, как у соперника не получилось уничтожать быстро пламенного. Но он неправильно пользуется охотником. И вот, перешла Валькирия. Сразу можно закинуть кладбище. И так же забрасываем яд. Там два яда. Один соперник и один наш. Логично. Чеши, может быть, еще второй. Вот. Проигрывал кому я этой декой? Проигрывал в основном шахтерам через поизон. И, по-моему, я проиграл трем мушкетам. Вот трем мушкетам тоже как-то не получается у меня. Хотя у меня есть и Валька, и Торнадо, и Тамба. Но вот, может, я просто не умею против трех мушкета. Вот как-то мне трудно, когда сплит идет. О, сейчас охотник был хорошо использован. Но все равно гигант сдыхает. Он не доходит просто-напросто к вышке. До двойного эликсира, как видим, мы получали урон. А на двойном элике начался пуш. За заход мы не снесли, да? Хотя я говорю, в основном сносить за заход. Но, тем не менее, до двойного элика мы кладбище абсолютно не использовали. И не показывали сопернику, чтобы он не был готов. А когда соперник не готов к кладбищу. Хотя, в большинстве случаев, если топ игрок, он прочитает вашу деку. Он поймет, что у вас дека с кладбищем. Но вообще не палите. Не палите, когда у вас нет возможности хорошую сделать атаку. Ну и вот, в принципе, уже добивается вышка. С помощью торнадо там был шахтер на середину оттянут. Ну, поэтому... Хотя он бы и так не забрал. Даже если бы мы шахтера не оттянули. Еще давайте посмотрим несколько поединков. Так, ну что у нас тут-то? Голем со спамом. О, господи, я такую не хочу деку. Давайте просто спеллбайта. Я спеллбайта вроде тоже проиграл. Ну, опять же... Стоп, это не спеллбайт. Это шахтер с шариком. А, ну окей, давайте посмотрим. Тоже неплохо. И этот деку... Ой, этот повтор последний посмотрим. Да, и в принципе на этом буду выпуск завершать. Потому что... Вообще суть была ролика рассказать, что я буду фармить... Фармить золото. Хотя, а что мне? Просто записать ролик типа, а вот у меня золото, да. И больше ничего не записывать, да. Будем же, конечно же, золото фармить в грандах. Соответственно, буду еще показывать колоды. И показывать вам разные деки. Вам должно понравиться. Потому что, во-первых, это интересно мне в первую очередь. Да, конечно, не я сам лично буду постоянно проходить гранды. Но, ребят, это не только в моих интересах. Дима, когда играет гранды, он для себя тестит разные деки. Он тренирует свой скилл, как он мне сказал. Он сам попросился мне гранды проходить. И плюс я ему оплачиваю за 12 побед. То есть он еще и зарабатывает на этом. Мне профит, ему профит. Все довольны. Вам тоже нравится. Колоды, возможно, вам интересно какие-то зайдут. Хорошие атаки я вам показываю. Потому что это атаки, бустер. Это атаки. Не просто на рандоме вывез. Это игрок играет, который действительно умеет играть. И брал топ неоднократно. Думаю, Диму Токеринку вы знаете. Он как у Экса на стримах фигурировал в турнирах разных. Так и у меня неоднократно. Поэтому Дима хороший игрок. Я думаю, будет интересно смотреть, когда он будет делать гранды на 12 побед. Двенашечки, да. Мы будем золото фармить. Я тоже буду играть гранды. Я буду проходить их на стримах. Но, конечно, на 12 побед я не знаю. У меня не всегда получается. Но, может быть, когда это прокнет у меня, я на 12 тоже пройду. Вот. Но я буду тоже усердно фармить золото. Буду помогать Диме и донатом. И когда там будут какие-то спецпредложения. И гранды тоже буду катать. Но просто Дима быстрее сможет это мне помочь сделать. Так как на 12 побед по 20 тысяч золота дается. Это получается 4 гранда, почти соточка. Ну... Да, много на самом деле надо проходить. Но, тем не менее, мы соберем, если вы поддержите 10 тысяч лайков, я соберу 5 лямов. Если кто соберет вдруг быстрее меня 5 лямов, ребята, обращайтесь ко мне на видос. Обязательно запилю. Если у вас будет куда потратить его. Это реально круто. 5 лямов я еще не тратил. Лям тратил. А 5 лямов... Это охренеть. Я не знаю, смогу ли я потратить у себя 5 лямов. Это жестко. А может, я не смогу собрать. Не знаю. Это пока у меня так в мыслях. Может быть, у меня будет постоянно золото тратиться. И я не успею собрать его. Не знаю. Посмотрим. Если поддержите, если вам интересна такая тема, я обязательно соберу. Так, что у нас тут? Я, кстати, поединок не комментировал. Но вы на фоне видели все. Думаю, пересмотрите еще раз, если что. Что тут комментировать, когда все видно и так? Очевидно же, что шарик контрить проще. Точнее, нам проще контрить шарик, чем сопернику дефать кладбище. У него на деф от кладбище только банда гоблина, велетучая мышь, которая убивается Позаном. А у нас дефа, Торнадо, Валькирия на Шахтера, Надгробие, Бревно. У нас много дефа от его колоды. А у него только вот такая мелочь, которую мы, в принципе, убиваем ядом. Но, тем не менее, смотрите, как соперник... Вау! Вау! Да ладно? Да нет же! Офигеть! Сейчас бы бомбочка взорвалась, и мы бы проиграли. Крутой смайлик конца Дима послал. В общем, ребятки, как-то так. Лям 70 тысяч у меня. Еще надо много собрать, но я настроен серьезно. Подписывайтесь, ждите новые видосики. А вам спасибо за просмотр. Желаю вам всем удачи. Всех люблю, целую. До скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok